Вопросы о том, куда это идёт и как это кончится. Конечно, будут и самолёты, конечно, будут и ракеты дальнего действия. И всё будет, всё, что есть в арсенале, будет. Потому что они, как маленькие дети, испытывают границы дозволенного. У меня трое маленьких детей, я прекрасно знаю, как это бывает. Когда будут в два-три, они начинают вот потихонечку. А так можно? Ой, так нельзя. А так вот, наверное, можно. Поэтому дети некоторые становятся истеричными, когда мы видим эти истерики в магазинах. А-а-а-а, потому что им просто ласково-вежливо не объяснили в их детстве, что так нельзя. Ну, если ты будешь вот так просить истерикой, не получишь. А если хорошо, спокойно попросишь, что будет хорошо. Они, как маленькие дети, ждут, а что мы сможем сделать в ответ. Я не знаю, что мы сможем сделать в ответ. Ядерное оружие испытывать я бы в нашей стране не стала, потому что, ну, мне жалко просто, зачем провинились птички, цветочки, даже каких-то ягелей. Вот. А дальше мы приходим к чему? Они вооружают нашего врага, правда же? Украинцы нам не враги, но украинцы тоже нация оккупированная фашистами. Временно. Мы уже работаем над этим. Руководство современной Украины нам враги. Они вооружают нашего врага, у них врагов нет. А как там чувствуют себя талибы? Им ничего не надо? Может, мы Ирану можем чем-нибудь подсобить? Что Ирану-то надо? Однажды мы могли бы им удать. А Северной Корее? Нечем нам помочь, что ли? Ну, для начала хотели выступить против режима санкций. Для начала. Для начала. Ну, это должно быть очень быстрое, наверное, начало. За которым должно последовать очень быстрое продолжение и совершенно очевидный конец. Конец. Были наши такие замечательные художники, Кукры Никсы. Заканчивал уже, да? Пропагандисты, как теперь принято говорить. Ну, я думаю, они годились этим званием. И вот они опубликовали как-то карикатуру на американского министра обороны Форестова, который ненавидел русских, везде ему меречилась рука русских. И они опубликовали карикатуру, как он в сумасшедшем доме с мирительной рубашки пытается выпрыгнуть из окна и кричит «Русские, русские, везде русские!». Как вы думаете, что произошло? Через две недели министр обороны Форестова натурально выпрыгнул с 16 этажа психиатрической... Даже Петров и Баширов, правда? Да, конечно. Ну, даже американцы не считают, и тогда они считали, что его оттуда выбросили Петров и Баширов. И как свидетельствуют очевидцы, он действительно кричал «Русские, русские, везде русские!». Ему меречились русские, у него началась натуральная паранойя. Потом, в честь этого Форестова был назван авианосец американский. Что произошло с авианосцем? Ой, не буду смеяться, грех смеяться. Но на авианосце, самопроизвольно, запустилась ракета, которая расфигачила, разнесла там все. Топливо, все, что там стояло. Погибло 135 человек, и получается, что авианосец тоже покончил с собой, если метафорически говорить. Сам себя разрушил. Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Его называли, не зажигалкой, его называли «Зиппа». Потому что «Зиппа» это та самая зажигалка, которую невозможно потушить. Его не могли потушить там чуть ли не сутки, так он горел. И он сейчас в историографии такой шутливый, военный, называется «Зиппа». Так я это к чему? Потому что, может быть, нас же с тобой пропагандистами называют. А мы трибуны, а не пропагандисты. А мне все равно, как мой батя говорит, хоть Гошком назови, только в печень суй. Может быть, то, о чем мы говорим, что все эти поставки и все остальное приведет к огромной, огромной катастрофе. И непонятно, что останется вообще-то от Америки как государства в результате этой катастрофы. А я напомню, как им пророчил еще генерал, кто это был? Макнамар, кажется. Который говорил, что даже если США нанесет превентивный удар по Советскому Союзу, после этого у Советского Союза останется достаточно сил, чтобы превратить США в пролив между двумя великими океанами. Вот, может быть, мы с тобой, когда эти вещи говорим, мы, может быть, выступаем как те кукрыниксы, по карикатуре которых через две недели он действительно выбросился из окна. Вот послушали бы вы нас и не делали бы такого.